Это написано в Читаян-Чаритамрита и также объяснено Шина Бхаттинан Нараяна Гасай Махарач что Радхайатра имеет секретное значение. Секретное значение – Гопи пытался вернуть Кришна к Вриндавану по поводу его любви. Шина Нараяна Махарач раскрывал сокровенную суть праздника Радхайатра, которая состоит в том, что Гопи своей верёвкой любви пытаются вернуть Кришну назад в Вриндаван из Двараки. Если у кого-то нет этой Гопи Бхавы, то для такой Личности невозможно вернуть Кришну в Вриндаван. У него нет этой верёвки любви, то есть ему не за что тянуть. Я вспомнила одну Лилу, которая мне на ум пришла. Она показывает славу Радхайатра. Стриджи Тани Махаправу dancing in front of Jagannath. Стриджи Тани Махаправу. Стриджи Тани Махаправу. И во время движения Радхи, колесницы, Махаправу танцевал перед ней. И обычно его спутники, Сварупа Дамандара, Ре Рамананда, Чандидас и другие, они помогали Господу выразить его чувства посредством того, что они пели ему определённые стихи, песни. Но здесь Гауранга был объят новым чувством, для которого не нашлось определённой песни. И тогда он сам стал петь, но он стал петь обычную мирскую песню о любви, в которой рассказывалось о любви между обычными юношей и девушкой. Стриджи Тани Махаправу. Стриджи Тани Махаправу. Он писал слова, чтобы expressить мудрость Стриджи Тани Махаправу. И в этой песне, Стриджи Тани Махаправу, в которой одна женщина спрашивает, я имею в виду, я имею в виду, я имею в виду, 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 но в моем сердце пытается возвращаться в то же место на банк рево и на дереве И когда Гауранга запел эту песню, никто не понял, почему Саньяси, который отрёкся от всего мирского, от всех мирских отношений, который полностью отречён, почему он поёт песню о мирских отношениях обычного девушки и обычного юноша. Но только Шиларупа Госвами понял настроение Гауранги и, вернувшись в место, где он тогда находился, с Харидасом Токуром в Сиддхабаку, он записал эту песню, полностью поняв, прочувствовав настроение Гауранги. И в этой песне пелось о том, как девушка поёт своему уже мужу, она поёт, что хотя мы сейчас с тобой вместе, мы с тобой муж и жена, но я хочу вернуть те времена, когда мы были неженаты, когда мы встречались тайно на берегу реки, треватье, под какими-то деревьями, тайно. И тогда их чувства были более свежими, новыми и проникновенными, чем нежели сейчас, которые они имеют уже в законном раке. И Рупа Гасвами, он экспрессирует the feelings of Шримати Радхи that she, Рада, is telling her girlfriend, О Майсакхи. Я сам Радха. Он мой Кришна. Сам Кришна. Самый период, олень, и муни, и арома. Но мой сердце хочет вернуться к Риндавану. Шримати Радхи сказал, Мераман Риндаван, мой mind is Риндаван. И я хочу вернуться к нему на банк о Ямуна, на Кадамба-три, и then he will sing a fifth note in his flute. И Шиларупа Госвами, как бы, да, переначив эту песню, он выразил настроение Радхи, которое говорило своим подругам. «О, мои дорогие подруги, я не знаю, что происходит, хотя всё то же самое. Я вижу Кришну, да, и та же самая луна на небе, и этот ароматный ветерок. Всё то же самое, но я не чувствую счастья, которое мы вместе испытывали во Вриндаване. Поэтому я хочу быстрее вернуть своего возлюбленного во Вриндаван, потому что Радхи, как говорит, Мораман Вриндаван, да, моё сердце — это Вриндаван. И она говорит, я хочу быстрее оказаться с ним, как раньше, на берегу Ямуни, в этих наших кунжах, да, Вриндаванских, почувствовать всю атмосферу Вриндавана. И только тогда мы сможем быть счастливы. Вриндаван Вриндаван, когда Рупа Гастанами finished to write his verse, this verse, he put this verse on the roof of Bhajan Kutir to make dry and go to take snan and the ocean. In this moment, Махапрабху, with his associates, like Swarupa, Damadar, Ramamdarai, and ours, came to this ashram. And because he was tall, he saw on the roof this verse, and he started to read, and he was amazed and he asked to Swarupa Damadar, how is possible that Rupa Gassami understand my heart? And Swarupa Damadar answered, because he is, he, because he is your Rupa. И Шила Рупа Gassami записал этот стих на банановом листе и положил на крышу своей вот этой хатки для того, чтобы он там высох, и сам пошел принять сна омовения в реке. И когда Гауранга пришел со своими спутниками к этому Баджан-Кутиру, он увидел этот банановый лист, он его взял и прочитал, и он был ошеломлен, он сказал, вот Swarupa Damadara, как? Вот я только успел почувствовать, да, а Rupa уже записал это, как такое возможно? И Swarupa Damadar сказал, это возможно, потому что он твой Rupa, а он знает твое сердце. Your Rupa means he is your second body, his hand, your hand. И также, Your Rupa means your Radha, и он, 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 и он знает, all your moods. And what is why he can express these moods in the words? What is why Acharya, if I'm not wrong, he wrote, because he established the mission which is fulfilled in the words, that I can't believe in the words. Radha Chiran, можете, чтобы лицо ваше было видно, у вас камера уехала? Да, во-во-во-во. Yes, sorry. И, когда он это сказал, да, что он же твой Rupa, да, Swarupa Damadar, что это значит, что он, как второе тело Гауранги, что рука Rupa Goswani, это рука самого Гауранги, да, то есть это как второе тело. Поэтому он в совершенстве понимает его. И более того, как если Гауранга — это Радика, то Rupa Goswami — это Rupa Manjari, так то в совершенстве знает ум своей госпожи. И Шила Нарота Мадас Такур написал стих, да, «Ши чайтане ману биштам стапитамьена бутале сваям рупа кадамах ям дадати сва паданьте кау». То есть о том, что Ману бишта Ши Гауранги его сокровенное настроение сердца Rupa Goswami в совершенстве знает и исполнил это. Рады, рады. «Ману бишта» «Ману бишта» — «Ману бишта» Я спросила, как достичь такого единства? Мусли сердца со своим Муштадевом, какой путь для обычного человека, чтобы достичь такого, если ты не вечный спутник? Рады, рады, гурдив. Рады, гурдив. Рады, гурдив. Рады said to Chaitanya Mahaprabhu in this moment that only someone who got your full mercy could understand your heart. So that's why I understand that he got your full mercy. So it's Kripa. И этими словами, когда он сказал, что он в совершенстве знает твое сердце, Рупа Госвами, Рупа Дамодар, он иными словами сказал, что он полностью обрел твою милость, да, Гауранга. Поэтому знать сердце своего Божества можно только по милости. То есть он на это не увидит. Это в совершенстве объяснил Шилананта Дас Бабаджи. Как обрести эту милость? Шилананда Дас Бабаджи is writing how to loosen the strings of mercy that it will come to you. It's like the mercy is bound by the feet of Radha Rani. So how we can loosen the strings that it will come to us, actually? Losing the strings? Actually, I cannot understand what it means. How it is? It's like bound. You bind something to the feet of Radha Rani with little strings. Yes, yes. String, I understand, yes. Yes. And what it means to loosen? What does it mean? To unlock? Yes, to unlock this the mercy, unlock the mercy that the mercy is flowing. So how to unlock this mercy? And Shila Ananda Das Babaji is giving the example of Rati Manjari's prayers or Shila Raghu does his prayers. Shila Ananda Das Babaji Maha Raja приводит нам в пример молитвы Rati Manjari или Raghunath Hida Sada Svami. With his prayers he is actually unlocking the mercy and the mercy is flowing. But what is the interesting point? These prayers are spoken with Rati the expression of deep Rati If we don't have feelings in the heart and these feelings are very in fire they are very alive they are really searching they are really they really want to get this goal if this is not there if this feeling is not in the heart your prayers are not alive. I also mention that Shila Ananda Maharaj also he was mentioning this thing this component secret component of which prayer because in secret path of devotion Maharajas from Iskunde also they asked how we should pray to Rupa Manjari and he was saying the same thing so я говорю Гавравани Прабуэн говорит о том что вот этот секретный компонент молитва это вот этот огонь огонь желания огонь жажды сильной то есть молитвы без этого не бывает я сразу вспомнила как в книге сокровенный путь преданности Maharajas тоже спрашивали у Нарайана Maharajas как нам молиться а как вот молиться Rupa Manjari и он сказал что вы не будете спрашивать как когда у вас сердце будет то есть вы не сможете просто этого не делать то есть ваша жажда она и будет вашей молитвой она станет двигателем этой молитвы это does this really satisfy her I don't know и можно привести такой пример из материальной жизни когда юноша влюблен в девушку да мужчина влюблен в женщину он может для того чтобы порадовать пойти в цветочный магазин и купить готовый большой красивый букет он приходит и он дарит ей этот букет но удовлетворит ли это ее или если этот же мужчина он пойдет куда-то и нарвет цветы да где-то то есть каждый цветок он будет срывать с большой любовью то есть он сам сделает этот букет а не закажет уже готовый как вы думаете что женщина больше оценит что да девушка тебе больше понравится everybody can understand that the feelings in something you give is the most important thing it's the same with prayers the feelings are the most important ingredients in these prayers поэтому мы даже в нашем мирском примере можем понять что подарок сделан с любовью когда все сделано с чувством а не просто быстренько куплено он гораздо более ценный и так же в молитве молитва не должна быть формальной она должна быть наполнена чувством тогда это будет настоящая молитва поэтому нужно понимать что все чтобы мы не делали в преданном служении готовим ли мы предлагаем ли мы молитвы или какие-то другие компоненты поклонения мы должны понимать что все это должно быть наполнено вот этой жаждой сердца этим стремлением порадовать своего и если этого нет то тогда и нет наполнения нет жизни в этих действиях только личность которая имеет такой взгляд такие глаза чувств только он может это понять дай ши рады thank you for the answer I am just trying to to be the mouth for Gurudeva actually when I do mistakes but I'm just trying that он мне говорит yes it's written it's only by your mercy possible to understand your heart then I mentioned but he told it's because he is your Rupa it's not from Chitain Chirita it's true it's from Harikathau I was there in Siddhaba Kof and he narrated like this I repeated I was in this stream sorry Rada Charan Prabhu говорит что да действительно в Шичитане Chirita ответ был когда Гауранга спросил откуда он это все узнал Сварупа Дамодар сказал что это все по твоей милости произошло и Rada Charan говорит о том что да действительно тот ответ который я сказал что потому что он твой рупа он как второе твое тело его рука это твоя рука это говорит Шила Нарая Нагаслами Махараш во время Харикадхи когда они были в Сидхабакуле то есть он это от него услышал I think this is another very interesting aspect but the question is to whom he is mine my rupa мне кажется это другой очень интересный аспект который можно обсудить да эти слова вопрос такой возникает почему он сказал да это мой рупа да к кому это относится мой если я буду видеть в читании Махапрабу только Кришну и никогда этого не помню но если я в читании Махапрабу буду видеть больше радху я увижу комплекцию да сияние радхи и внутреннее настроение и тогда я пойму кому эти слова да кто говорит это моя это мой рупа да это моя если кто-то не обрел милости радхики он не сможет это понять если кто-то не обрел милости радхики он не сможет это понять потому что Кришна он сам не может себя понять и Горудев часто любит свой любимый стих приводить Бхагавадгита 10-15 где говорится о том что Верховный Господь может познать себя сам только через свою внутреннюю энергию через Владими Шакти Для того чтобы понять настроение Махапрабу его молитвы когда он танцевал перед колесницей на празднике Радхаятра такой человек должен обрести милость Радхики для того чтобы понять его иначе это невозможно That's why Сварупа Дамодар is right in his conclusion only if someone gets your full mercy he may understand God only only can understand your heart only Рады, рады, Говинда Махини. Можно я тоже вставлю? Конечно, конечно, Рады, Говинда. Или мы почитаем Сунити вместе? Ну, не вставляйте, мы сейчас обчитаем Радха-Ятру. Или вы не Радха-Ятру, у вас игрок? А, нет, Радха-Ятру. Давайте, отлично. Я кусочек молитвы, которую я вот сегодня в своем утрешнем читал, и как бы прям он меня зацепил. И вот послушайте, Шеневаса, это как бы вот этот момент о страстном желании, то, о чем говорили, да, вот Домодары, спутников Господочитания, Манджери. И вот Шеневаса, да, он был, ну, как учеником следующим, ну, или младшим из них. Он пишет своей Шад Гаслами Аштики. Она знаменитая такой, Баджан, да, песня? Да. Я прославляю, вот два стиха, это так. Я прославляю шесть Гаслами. Да. Поет, молится и плачет Шеневаса. Ши Рупу Гаслами. Ши Санатами. Ван де Рупа Санатану. Рагу Ю Го. Ши Джи Ва Го Па 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 Па. Эти шесть Гаслами, они шли при своей жизни на берега, бежали, Радхакунды, то Емуны, от Емуны до Радхакунды, то Квамшивату. Они бегали, вот, живя своей жизнью, да, они, охваченные просто безумной любовью. Они выглядели, как безумцы. Они плакали постоянно, вот, бежа, они катались по земле. И иногда в своих видениях, Даршинах, они общались и встречались со своими возлюбленными божествами, да, вот эти молитвы. Но они всегда в высочайшем экстазе проявляли, прославляли божественные качества Рады Говинды. Сможете, Говинда, Махиня? Да. Заслушалась. Рада Говинда, he is also, he wants to add, today's morning he was meditating on this Шатга Свами Аштака. It was written by Shiniva Satchari. It's like the second generation from Gauranga. And there, Shiniva Satchari was describing this inner mood of Шатга Свами, of six Gosвamis of Vrindavana. And in this Ashtaka, it is saying that I'm going down to these six Gosвamis who was wandering like mad throughout the old Vrindavana. They were going to Yamuna, to Radha Kunda, and to another places, feeling great ecstasy and great mood of searching. They were searching like mad. Where is my divine couple? Where is Radhika? Where is Krishna? And in this ecstasy, they were spending their lives in this agony of searching for them. And due to these feelings, sometimes they got the darshan, they got these visions of Lila, of divine couple. Shinivasa продолжает. Yeah, he sings, he sings, he sings, his brothers, his teachers. I praise you. Vandera pasanatan ragu yugo shijilako balako I praise you. I praise you. These six Goswami Vrindavana. Rupu Goswami, Sanatan Goswami, Raghunathu Dasa Goswami, Raghunathu Bhatu Goswami, Shilu Jivu Goswami, Shilu Gopata Bhatu Goswami. Да, вот. И о ком мы говорили в предыдущем стихе, да, бегали которые. И вот они бегали, молится, да, наш, ну, так продолжает. Они бегали так по Vrindavan, сжигаемые просто вулканическим огнём, острым чувством разлуки со своими возлюбленными божествами. Представляете, Галинда Махини, в такой, вообще в огне. Они там, в комментариях, Анантадар Бабаджи, говорит, что они, у них постоянная огонь. И, знаете, вот последний, молитва, в первом стихе мы читали, помните, на русском зуме. Я лично хочу, у них такая жажда, мне не надо видений, мне не надо снов, я хочу лично вам слушать. Вот такая жажда. И они сжигаемые, бегали, да, сжигаемые вулканическим, громадным, острым огнём разлуки, чувства разлуки со своими возлюбленными раджами. И они постоянно плакали и взывали, кричали, взывали. О, радость! Где ты? О, Алита! А где ты? О, сын Махараджи! Где вы? Где вы? Вы сейчас, возможно, на холме Гавархана? Или вы, может быть, в Кунжи на берегу Емуна? И они молились и плакали. Скажите мне, пожалуйста, я могу сейчас ответить к вам. Где? Где я смогу сейчас угасудить? Да, да. Шринивас ==== Шринивас bundleчаря his шатгошами аштق, the second part, the second verse is like this, о, his beloved elder teachers, his treball госп… like, they were praying, they were crying, and they were singing in this great mood of separation, which was like a volcano very very strong and hot feelings and in this great anxiety this Shad Goswami they were wandering around all the Vrindavana and they were crying out like where are you Radhika Lalita where are you the son of Nanda Maharaj where can we meet you where are you on Govardan Hill now or maybe you are in Radha Kunt and they were like going straight to one after another all the Sirthas and they didn't find in this place their beloved and then they in even more greater anxiety they like rushed to another one Sirtha to find their beloved and in this great mood of separation they spent their lives their time thank you Mikrofon 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 включите Mikrofon Rada Gavina Rada Rada простите пожалуйста я говорю последний вот знаете как бы вот этого ряда наших госвами да мы видели нашу нашу старшенькую Рупу Рупу Манджи и вот она или как он да в телесадоке он поет молится и плачет плачет обращаясь знаете отзывая да к его возлюблену Раде Гавине он он молился и кричал Раде Гавине день и ночь я плачу плачу и плачу и на разлуке плавит о Вриндаван о Вриндаван будь ко мне милостив и скажи укажи мне самую короткую дорогу моим возлюбленным очаровательным царю и царице Вриндаван рады и Шиларупа Госвами the most elder from Шад Госвами he was praying crying and singing in great agony of his feelings of separation he was crying out where are you the queen of my heart where are you Radhika where are you Govinda о Вриндавана please guide me to the jewels of my heart please show me the way to that да only рады рады баба но thank you рады рады я могу продолжать говори на Бахини если всем понравилось сильно у меня много есть да это мы прославили нашу группу манджари спасибо это это glorification шила рупа манджари шила рупа манджари пусть суните матушка скажет вот что она молчит наша ма суните суните ма please 26 рада губинда суните рада манджари манджари манджи głos манджари манджи а манджи манджи губинд the baths of those who have already dived before that is actually the recipe how to the development of these emotions, diving in the waves of the baths of the feelings of someone who was deep in the ocean of these feelings and you are doing it so beautifully Lada Govindna very sweet relish your sweet feelings of your meditations, thank you we all try to dive in and sometimes it's not so easy, but then if somebody is a little bit deeper I always feel that immediately also my bath is going deeper because we are somehow also all trying to dive into the feelings of the service of Shimati Radhika yeah Nisi говорит, что она наслаждается, Rada Govinda, вашим настроением, вашими чувствами и сама ощущает, что она глубже да, уходит в чувства когда слышит, что кто-то окунается, да, как она говорит, ныряет что единственный рецепт это нырять то есть обсуждая Гасвами мы пытаемся нырнуть в чувства тех, кто уже нырнул вот в самую вот эту марианскую впадину да, мы пытаемся туда же проследовать и она говорит, что это единственный рецепт и чем хорошо вот это коллективное обсуждение что тот, кто глубже тебя ныряет, да, и делится чувствами что ты тоже тут же погружаешься глубже благодаря этому поэтому она очень вам благодарна Рада Говинда и говорит, что она с удовольствием вот сама ваше чувство заныривает и ей это помогает thank you мама thank you thank you for you my friend my sister рады, рады я могу продолжать Говин на бахине если Рада Говинда is saying that I can continue because I have many many to share many feelings продолжайте конечно если вдохновение есть огонь да, я знаете Говин на бахине я вернусь помните мы с вами читали на русском первый стих вот этот я хочу поделиться с Махаражем помните огонь вот этой разлуки вот это ощущение хотя бы один абзац рада то share with Guru to please him можно да да то есть это вот я ну как бы почиф я прочитаю стих и маленький комментарий то место которое мне понравилось акцент да и звучит она так вот эта молитва пра прападьям бриндавана матхьях эках крошам асав уткарикакулатм утхатан яджвалатах катхорам баш баш пас я мудрам хриди мудритас то есть наша Рупа Гослами молится о Господь Кришна о Госпожа рад я это падшая душа которая приняла прибежище во риндаване и я сейчас жалобно плачу и молю вас о встрече с вами лично и сейчас я жажду покажу свою жажду да докажу что я достойно вас видеть я раскрою свое пылающее знаете горящий вот это лава в жестоком огне разлуки сердца и следы на этом огненном сердце следы знаете как борозды оставленные на нем слезами моих жгучих слез да хребят жгучих I eagerly want to see you directly because I'm burning. I'm burning in the fire of separation with you. And I'm not, he's saying that I'm not worthy of it, but I can show you my heart. I can open my heart and show you this scratches of tears because they are like the waves of fire, which are like going down. Мне тяжело, вот если бы у меня был текст, мне было бы легче сказать. Мне тяжело так переводить такие. Я буду покороче, Говина. Да, но... Вот комментарий, она тогда с бабочкой. Называется, он «Свёзы разлуги». И он говорит, она тогда с бабочкой, что вот эта вот калика в аварии, ну как бы это первая такая молитва, такая, ну как бы, знаете, как личное обращение. Да, он просит немалого, личного, я хочу личного сейчас прям увидеть. И говорится, эта вот калика в аварии, она является, являлась и является последней, да, последней записанной, исполненной печали, такой печали песни Рупы Гаслани. Говорится, что, ну какова его, его сердце было охвачено да там, вселенским океаном огня, боли разлуги. И у него была такая боль в сердце, с которой он жил, да, и молился, что её могла лишь удовлетворить, лишь только личный Гасл. Представляете? Давайте, может, ещё прям покороче. Прям вот, ну. The commentary on this verse is called The Tears of Separation. And here Ananta Das Babaji Maharaj is saying that Rupa Gassvami was living in such a desperate state of his mind and of his heart because he was so eager to see the Lord of his heart and the mistress of his heart, but not, not in a meditation, but he wants them to see directly because of this, this last prayer, this Utkali Kavalari was the last, actually, the last prayer of Shilarupa Gassvami. and it was like the swan song, the last song of the swan, which is the sweetest, which is the most tender. and it was like filled with the greatest separation and eagerness to meet directly, not in meditation, but directly, the ishtadevas of the heart of Rupa Gassvami. And the constellation of the heart of Rupa Gassvami may be only by the Sakshadarshan, not in meditation, but the direct seeing his beloved of Rupa Gassvami is growing up you know, like in this ocean of fire a great wave, a wave of deep patience, which he starts feeling his ungodliness. And he, you know, like, am I ashamed? What am I ashamed? How am I ashamed? And his heart starts burning these waves, waves of doubts and weaknesses. And here Srila Ananta Das Babaji Maharaj is saying that this great desire to see the beloved deities of the heart of Srila Rupa Goswami makes a big big wave in this ocean the wave of humility because from one side is great eagerness to see and from another side is the bigger even bigger wave of humility how can I dare how can I even dare to dream to see them because I am unworthy completely I am worthy and how can I see them then so it's like the fighting of these two big waves inside of his heart and mind и вот эти волны сомнения в сердце в пылающем, в горящем поднимаются волны еще сомнений не просто ну горит поверхность да, ровно, красиво а это как бы цунами там волны сомнений и вот эти волны да, то есть он понимает что шансов куда я, ну как я смею куда мы вообще суемся так вот как чего я прошу как я вообще смею и говорится это вот эти, знаете как эти волны вот этих, знаешь, эмоций с одной стороны жгучие желания я не могу без них а с другой я не смею и это вынуждает нашу Рупу непрерывно плакать да, рады, рады here it is saying that inside of the heart and mind of Шила Рупа Госвами this way of great desire and this humility it's like he is he is doubtful whether he is worthy or not and he understands that he is unworthy completely unworthy he is doubting whether he can even dream about this Sakshat Darshan and from another side it's the great desire desire to see them to serve them and this fighting of eagerness and doubtfulness and so this great fighting of these waves cause the tears and praying and like desperate desperate mood and profusely he was tearing profusely because of this fighting of these two waves humility and great desire и Ананта Дасбабаджи он знаете такая короткая цитата он утверждает от Ананта Дасбабаджи он говорит что плачь плачь в садхане в баджане в мантре в баджане плачь целью жизни плачь and tears the life and soul of баджана is the goal цель да цель sadhana как жизни ну жизни да жизни плачь it's the goal of life to cry Ананта Дасбабаджи saying in the commentary that crying in Bhajan during the sadhana is the goal of life. Yeah. И говорится, тот, кто не будет иметь… Вот, да, о чём мы говорили, да, вот эта жажда Рупы Госвами, да, вот эти его бушующие сомнениями достойности, недостойности сердца, и, говорится, тот, кто не будет, знаете как, тот, кто не встанет вот на путь вот этой жажды, вот такой же, такой же жажды, тот не сможет, запятая, говорит Анана Тадас Бабаджи, тот не сможет, не сможет, какие бы практики он ни делал, ощутить вот этот вкус, да, вкус океана. Даже если будет находиться прямо перед лицом там Рады Говинги или Рада Мадовы. То есть жажда нужна, знаете, как, надо сгореть, вот как, да. В любви. Рады Рады. Что Вы последнее сказали? Если они находятся перед ними. Да, да. Всё, да? Да, взял. И Ананта Дазабабаджи такой шрифок подводит, да, вот. Он говорит, да, это слова Ананта, ну, как бы комментарии Ананта нашего возбужденного, что Раду Говингу, они являются, Рады, я скажу, что для Ананта Дазабабаджи было любимое божество, это Рада Мадова. И он в комментариях пишет Рада Мадова, ну, я для себя читаю Рады Говингу, я вижу так. И Ананта Дазабабаджи говорит. Мы читаем Рада Мадова. Мы читаем Рада Мохан. Да, Вы Рада Мохан. Ананта Дазабабаджи подводит итог, что Рада Говинга, они являются океаном. Это океан трансцендентного блаженства, но он недостижим для тех, для тех, недостижим, чья любовь лишена вот подобной страстной жажды и стремления, как у Рупы Госвами. Рада Говинга is saying that Ананта Дазабабаджи Maharajah's Иштадевас were Рада Мадова. But Рада Говинга is also reading about Рада Говинга because it's his Иштадевас. And I was saying that we are reading Рада Мохан because it's like our Иштадевас. And there, Ананта Дазабабаджи is saying that that you cannot attain Иштадева and feel and feel the Rasa from them without these great feelings, great eagerness, without this madness. You cannot do, you cannot practice this Raga without this competence. And Rada Raman in chat, he was also mentioning that Goura Govinda Swami also he was saying that he opened the school of crying. and also I have some quote I have of Gurudev in my Russian Facebook I also want to share also about crying, it's Narayana Maharaja's quote in Russian it's like Rasika Vajna 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 поэтому приходят ко мне. The quote of Shila Narayana Maharaj also about this topic. He's saying that Rasika Vaisnava is like the fire. It's the fire himself. If we will be connected, if we will be near Rasika Vaisnava, genuine Vaisnava, especially Rasika, then our heart will melt, just like the ice is melting when it's like the fire. He's saying that true Vaisnavas, Rasikas are like fire and we're like ice. And this is the quality of the genuine Vaisnava. He's like fire. And Narayana Maharaj is saying that I don't know why people come to me to cry. I'm saying to him that don't come to me. Otherwise, you will be crying profusely, but they want to cry. So they are coming to me. and they are coming to me. Здорово. Да, это тема Винда Махин. Все говорят, да, когда начинают, что Искон, Мадх, традиционные Vaisnava, что все это борется, вот они все об одном говорят. Ананка с Бабаджи Махарадж говорит огонь, Горга Винда Свами Искон говорит огонь, И Narayana Махарадж говорит тоже огонь. Хатху Баба говорит. И Гурадеш тоже говорит абсолютно все. Все одно. Да, я можно это, вот последнее предложение обзадное. Что-то хотела сказать, мне кажется. Yes, yes, цените, please. Рады, рады. Why is this that we like to cry? Because when the heart is melting with the feelings, then the tears come like the pearls and the pearls, the tears are the pearls of the heart. It's the sweetness of the desire and the sweetness of being melted by someone who is also more melted than me. That's why it's not so important always to talk just, but to listen also with feelings and be in each other's feelings. And that's why when we come into association of someone who is more melted, then we also become melted. And that's why Nisi говорит о том, что слёзы это как раз признак того, что сердце тает. Когда лёд тает, то эта влага выходит в виде слёз, и слёзы можно назвать жемчужинками наших чувств, нашего растопленного сердца. И когда мы находимся в сообществе тех, кто больше растоплен, чьё сердце более мягкое, более струяще с этими слезами, мы тоже можем таять, мы тоже можем чувствовать больше. Поэтому так важно находиться в санге, так важно находиться рядом с теми, кто имеет больше чувств, чем мы. And it's one thing to talk about the tears and another thing to feel them and to come close to those who are living in their tears means living in their compressed feelings or condensed feelings. And then when someone starts speaking with these condensed feelings of of heart then my heart, my stone like heart can also melt a little bit and I can feel something that I maybe only know in theory but all of a sudden the feelings manifest by the love of someone who is living more and more deeper condensed feelings. And одно дело говорить о слезах, а другое дело чувствовать их и действительно плакать. Поэтому те, кто могут это делать, их чувства уже сконденсированы, они уже под давлением, так что они выходят через глаза. И это очень ценно, когда для нас это не просто теория, а когда это действительно в сердце что-то проявляется и слезы текут, оно действительно тает. То есть мы не просто слушаем информацию, а наше сердце, оно откликается и оживает. Поэтому опять же она говорит о важности санги с теми, кто имеет эти сгущенные чувства, более сгущенные, чем у нас, как в городе люди всё время говорят, что мы их сгущаем, сгущаем, сгущаем. Все мы на разных стадиях этого сгущения. Тогда эта сухая теория для нас вдруг превращается в практику. То есть мы действительно начинаем чувствовать эти чувства, они реальны. Рады-рады, Гауравани, скажите вы пару слов вот оба, да, такое маленькое, вот спасибо Суники, рады-рады, свит, 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 как-то мотаться. Да, и я хотел бы, чтобы Гауравани сказал о плаче, вот плач, вайшнадский, да, вот этот, как, не знаю, как плата, как вот, как, вот эти хрусталики. Да, пусть Гауравани скажет о плаче, вайшнадском, его, его мнение. Спасибо, рады-рады. Рада Горинда is asking you, Гауравани Prabhu, kindly to share on this crying of вайшнад, the meaning of tears. This crying is a goal of life. Maybe you have something and please, please share. Рады-рады. Рада Горинда does. He is always inspiring, very deep. actually, this Russian Zoom is for me really the highlight of the week, I have to say, honestly. Гауравани говорит, что вы вдохновляете все время на очень глубокие темы, и говорит, для меня русский Zoom это какой-то светоч такой в течение недели. So, I was meditating on Рада Говинда does point that the fight of these two waves. So, if we see a wave which is coming to the land, it's going like this, and inside it's like like this. So, this is the sadaka, and this is the rupa, the real feelings, because rupa means feelings, condensed feelings. So, the condensed feelings want to overflut the land, but the land, the sadaka, is going against that And Gauravani говорит о том, что когда Рада Говинда говорил, читали мы стих и говорили о этих волнах, сравнивали с океаном и двумя волнами, которые борются друг с другом, он представил себе, как волна находит на берег, что это тоже противодействие, что земля всегда противодействует этой волне, которая накатывает, что эта волна это наше истинное чувство, наша рупа, наша духовная форма, а земля, вот эта твердая, неподвижная, это наша sadaka, sadaka форма. So, when we are in this sadaka consciousness, then we feel that we are not good enough. And actually it's true in the sadaka we will never go in the spiritual world, right? Not possible. И вот это ощущение никчёмности, своей незначительности и недостойности, оно как раз присуще sadaka в сознании, потому что мы в нашем теле, в нашем сознании, в таком, мы действительно, это правда, мы недостойны, и мы не можем в духовный мир попасть вот так. Поэтому это да, так оно и есть. So, whatever we will do in sadaka vish will be never ever enough. Поэтому всё, чтобы мы не делали в нашей sadaka vish этого никогда не будет достаточно. even even if we are on the highest possible level of sadaka vish it will be not enough. Даже если мы достигнем наивысших каких-то высот развития в нашей sadaka vish этого всё равно будет достаточно. But now comes the good news. Но хорошая новость такова. Real love does not consider if I am good enough or not. Настоящая любовь никогда не судит. Хорош кто-то достаточно да или нет. Especially in mutual love. Особенно взаимная любовь. Because in mutual love we can have all hope that we will one day get this position we will be united and we will serve in this love. Потому что когда любовь взаимная она с двух сторон то есть когда да разлука но есть надежда всегда что мы воссоединимся и будет возможность и общаться и послужить. и если этот пример с волнами смотреть то мы знаем что случается когда волна накатывает на берег она просто она накрывает йод разбивается в этот берег. Наша надежда должна быть такой же сильной как эта волна которая закроет перекроет эту то землю садок и вешает все что нам нужно это рати и высота этой волны этого этого гребня волны зависит от нашего рати от нашей люди как обрести эту рати как сделать эту волну выше и сильнее мощнее кто будет тем ветром который разгонит эту волну и даст ей силу он уверен согласно он подтвердил он подтвердил первый раз сказал Да, да. Да, да. Что личность, которая имеет духовные чувства, это как подземный толчок, который является причиной вот этого огромного цунами, гигантской волны, да, не просто волны, а цунами. И если цунами начинается, то оно уже не спадает, да, оно заканчивается пока, то есть закончится тем, что затопит все. Как нам обрести эту силу, да, чтобы наша волна набрала эту силу, нам нужно всегда быть на связи с этим вулканом, да, с этим источником. Подземным толчком, который силу удаёт с Гуру Дэвом. И как Гуру Дэв always wants to give us the positive view, мы можем быть очень счастливыми, потому что, actually, we are on the side of the most powerful lady. And she is Jai Shri. She will always win. Yeah. Yeah. And if we are in Satakavish and we think we are not good enough, then, actually, this is also false ego. If we are in Satakavish and we are constantly thinking about that we are not good enough, we are such bad people, we are such bad people, it is also a sign of ego. Because if you are in your Sittasvaru, then you are inside of condensed feelings, and these condensed feelings actually always go to the source, always have a connection to the source of feeling, and we know who is this. Потому что, если мы находимся в нашем сознании духовного тела, то мы находимся, нужно понимать, что мы находимся вот в этом, в этих сгущенных чувствах, а эти сгущенные чувства всегда стремятся к источнику этих чувств, и мы знаем, как ее зовут. So, we can see in the prayers of the Goswamis, we can see in the prayers of Śrīla Raghunadas and Śrīla Rūpa Goswami, that they are actually also fighting between Satak consciousness and Rūpa consciousness, till the end. And they actually, they are just playing for us. And they actually, they want to give us hope. They want to show us, you will be successful. Just stick on. And they do it for us. They keep this duality for us, to support us, to say to us, look, for us all is possible. You will never come to success. Just attach to your goal. So, they are taking us by the hand and showing us the way in such a wonderful, lovely, fresh and overwhelming way. And this is the loving way of Swamini. She is taking us by the hand. And this is the way of Swamini, which she leads us by the hand. She is taking us by the hand. She is taking us by the hand. I am very happy. I am very happy. Thank you, Gauravani. Sweet. Говида Махини, пусть наш вулкан скажет два слова, пожалуйста, а то уже время как-то подзаканчивается. Пусть вот теперь он по баба поделится. Моя Расика Баба, Радха Говида, Радха Чаран, Расика Гаурвани, Расика Девоти, Сунити, Расика Девоти, Расика Девоти. Расика Девоти, Валена. И все происходит подвоем это новое, мир, джунг, цикл. and all who is they will grow for this and all will connected and develop their feeling in Sadak Deha and Siddha Deha again they will come in Sadak Deha again they will cry to go Siddha Deha again they will reach to Siddha Deha they will be in service divine pastime and again they will come to Sadak Deha again they will cry to go in Siddha Deha this will be the goal this will be our prayoshan in our life we are fortunate that I got this association of all of you to keep myself also progressive in Raga Bhakti please help me and inspire me always that I never leave this circle of all of you you are the Sikha to keep us in the Sikha consciousness Gurudev говорит, что здесь все расики говорит, рада говинда мой расик он расика баба гауравани расик радхачаран расик говорит, сунити расика и все кто он благодарен сунити, что она вообще да, собрала эти зумы для того, чтобы мы как раз могли сейчас расти обмениваясь чувствами потому что цель нашей жизни это плакать плакать для того, чтобы из садака дэхи попадать в свою ситха дэху взросшенные, сконденсированные чувства благодаря тому, что мы делимся потом из духовного сознания опять преданный оказывается в своем сознании практикующего и он снова плачет для того, чтобы снова оказаться там и Gurudev говорит, что такова наша цель нашей практики и что он в конце тоже в такое смиренное настроение в конце своей речи вошел говорит, что я благодаря вам расту вы, говорит, все расики вы поддерживаете меня и благословите, чтобы я мог развиваться на этом пути чтобы я мог оставаться на нем и он говорит, так вам всем благодарен This is our parampara and by the mercy of Mahajan we are in right direction Sajjatiya Sangha Narayan Mahalaj always said keep yourself in Sajjatiya Sangha This is Sajjatiya Sangha И это все наша парампара мы как наследники линии Гауранги мы можем обрести то, что мы хотим только в Sajjatiya Sangha в среде единомышленников у кого одна цель и Нарайна Махараш тоже очень часто говорил что, пожалуйста, будьте всегда в Sajjatiya Sangha I love you, Gurudev I love you I love you too I love all of you Only Mangeribaba Only Mangeribaba Only Mangeribaba I love you I'm also very happy to be able to say it I'm standing on his feet and I'm crying on his feet like Abhishek I love you He's saying that he's also very happy that he's lying near your feet, Gurudev and he's doing Abhishek with his tears of your feet He's so happy that he met you and he's taking from you your emotions to maintain his practice We are all brothers and sisters for one goal We are not age difference no senior and junior and Gurudev also in the class we noticed that all like Iskon Gorgavinda Maharaj and Shri Namarayana Maharaj and Anantadas Babaji Maharaj the same words the same words they were saying about tears as an engine of the practice and about this fire which is the cause of the of true prayers yes the fire is like the cause of the prayer so the same words so no organization like Akanda Akanda Guru Tattva and like all united there is no actually they are navigators so they navigate for the school there is no any conflict there that no parampara parampara is this that we reach to Radharani or not to service this is the parampara I said that we all remember the verses which all are one and the same words are the same words like Igor Gavinda Swami Maharaj Iskon and Gaudi Madhna Raina Maharaj and Anantadas Babaji Maharaj is traditional vajtanism that all are the same and Gurudev says that it is surprising because it is real parampara it is navigators that are parampara navigators which lead to one goal one goal so they lead to one direction and go on the same road and go there is nothing to be there is и 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 Я тоже замечу коротко, что фактически, как мне кажется, что эти слёзы в Любви к Иштадеве являются главным богатством в моей жизни, потому что эти слёзы — это же объект внимания Шимати Радики. Это главный объект внимания Шимати Радики, это то, что её привлекает в нас. И чем больше этих слёз, тем выше вероятность, даже не выше вероятность, вероятность она всегда, тем скорее она позовёт меня, смогу услышать, как она позовёт меня. Но ещё большее достояние, чем эти слёзы, это Гурдев, который показывает, как извлечь эти слёзы своим примером. Только две стороны — это мои собственные слёзы и те слёзы, которые… И тот пример Гурдева, который показывает мне, как эти слёзы извлекать. Это единственное, что может привлечь, это единственная плата, это единственная цена, цена пролитых слёз, которыми я могу привлечь свою Радику. Пряма Мадхури is saying that about the tears, that the tears is the jewel and her own wealth, the wealth of her life, of Пряма Мадхури's life. And she's saying, because Radhika can be attracted only by tears, by our tears. But not only this is valuable, but Gurudev, who is teaching how to get these tears out, how to get these tears out. So these two points, like our own tears and our own desire, and the second one is Gurudev, who is like, who is showing the, how to say, эталон, как сказать, who shows the method of how to melt the heart. Что-то забыла всё в английском. Что я могу предложить своей Иштадеве, кроме своих слёз и кроме своего желания? Давай говори поэта, чтобы я прям всё-всё-всё, чтобы не потерять ни одной твоей мысли. What can I offer to my Иштадеве, if not my tears and my desire? Всё сказало, если что-то не сказало, ты повторяй её. A small baby. You see? And what is the Guru do? He's creating feelings on you. So we need to create feelings. So we need, this is navigation. We need to develop. Что такое навигация? Что делает Гуру? Он сотворяет эти чувства внутри нас, и вот это и есть навигация, когда он творит чувства в нас. Нарайана Махараш тоже, он сам говорил совсем немного, но он поощрял другие говорить больше и больше. Для чего? Для того, чтобы они могли развивать свои чувства под его руководством. Если у меня есть чувство, я передаю его тебе, и в тебе это откликается, я вижу это чувство в тебе, то у меня увенчалось успехом, да, моя миссия? Если у меня нет чувства, я не могу это поделиться к другим, и я не могу поделиться к другим. И это важно, чтобы получить этот чувство, чтобы это реализовывать. А если у меня нет чувства, то мне и поделиться нечем тогда. И для того, чтобы взять от Гуру Дева чувства, нужны личные отношения. Без этого невозможно. Однажды, то, как Рубсад на Галатемат был построен, Шилн Ренде Сэнгарад показал прямо на непробую это место и сказал, я хочу, чтобы здесь построили храм для Вринда Деви. Рада Чаран, он рассказывает, что раньше Рупа Санатана Галатемат был построен, Шилонарайна Махараш, с Рамананом Пугу, они приехали к этому месту, и Гуру Дева показал, показал, что я хочу здесь, что храм для Вринда Деви. И Прабхарма спросил, почему здесь? Это же не место, где ходят паломники, это такое место за пределами основных потоков. То есть не главное место. Римананда Прабху, he was asking, like, he was wondering, why this place? Because this place is quite outside from the main Parikhrama, these tirthas. And people, they are not coming here, it's like, not so prominent place, it's outside of the main roads. И Шилонарайна Махараш ответил, он сказал, нет-нет-нет, здесь перекресток четырех важнейших тропинок. Здесь Нарайна Махараш, Сева Гали, Дан Гали, Ман Гали, они здесь перекрещиваются. And Нарайна Махараш, he said, no, 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 this is a very important point. Here, like the crossroad of four different roads, like Ман Гали, Дан Гали. It's a path, тропинка, forest, narrow path, forest, four, narrow path in forest. It's like the crossroad of four paths, different paths. Сева Гали, Дан Гали, Дан Гали, Ман Гали. И он сказал, это тропинки чувств, это тропинки чувств, чтобы пройти по ним, нужно идти вот с помощью этих чувств. Если ты хочешь прийти к месту служения, к Лиластхали, ты должен пройти с помощью этих чувств. И вот для этого нужен навигатор, кто даст эти чувства. И по этой причине нужен навигатор, тот, кто поможет эти чувства обрести, то есть кто поможет провести кончных чувств. И для того, чтобы пройти, чтобы пройти, то есть кто-то, чтобы пройти, то есть кто-то, чтобы пройти, то есть кто-то, где-то уже имеет эти чувства. Что такое Сева Гали? Что такое Сева Гали? Это путь служения? МАН ГАЛИ. Что такое МАН ГАЛИ? Это путь, вот этого чувства, и когда РАТИ настолько интенсивно, что она вот искажается и становится вот этим любовным правдом. гневом этим мамам. А что такое Дана Гали? Это когда-то дорожка, тропинка, на которой мы все хотим отдать Радике, на этой дорожке Радика все отдает Кришне. Севагари, Мангари, Дангари и Премигари, your love, road of love, you have to decide one of that. I mean, you walk not in four roads, there are crossing of road, one road you catch, you will reach there. I see. И последняя, это према Гали, да, их четыре дорожки. И Гуру Дев говорит, что вы, стоя на этом перекрестке, должны выбрать одну из дорожек для того, чтобы прийти к своей цели. Я не знаю, почему, но в этой связи, я просто чувствую, что может быть, я делаю что-то, что я был медитативным. Вы знаете, когда вы даете РАТ, вы имеете в виду различные субстанции, как огонь, огонь, вода и все это. И Гауравани говорит, что я тоже хотел поделиться своей медитацией, которая недавно пришла. Она касается Арати. Все знают, да, Арати мы проводим, имея такую специальную тарелочку, на которой стоят разные ингредиенты, там разные баночки, там сосуды, благовония, цветы и прочее. И если раньше я делала это механистично, то сейчас я делаю это по-другому. Алгебе. Когда я подарила ингредиенты, я звоню, я беруち! Я вам предлагаю благовоние. И что благовоние могут означать? Это моя садакадеха, это моё тело, мои мысли. Всё, я сжигаю, я отдаю тебе этот дым, это как наши мысли. Поэтому первое — это благовоние. So when I give the fire, I give my ghee. It's a ghee-вик, right? Ghee-вик. So it's ghee. What ghee means? Well, we know, because Krishna is stealing ghee or butter. So we may see that actually I am giving all my feelings. All my feelings I give to you. And all the fire of the feelings, the rati, I give to you. И второе — мы предлагаем лампаду с огнём. И что там налито? Там налито ги и фитилёк. И что такое ги, мы тоже знаем. Ги — это масло. Масло — то, что ворует Кришна, он ворует любовь, он ворует самые сливки чувств, вот эти самые сконденсированные сладкие чувства. То есть предлагая огонь, я предлагаю тебе свои чувства. И этот огонь, да, как раз жажда, желания этих чувств. But, my dear Krishna, I will not give it to you. I will give it to your best servant. Then, I give water. These are my tear drops. All my tears of the heart, all my feelings, I offer to you. Я-о-о! I am bathing you with my tears. Спасибо, я предлагаю воду. И что это за вода? Это мои слёзы, которыми я омываю теперь. Like Raghunadas was bathing the Shila, who he gets from Chaitanya Mahaprabhu. Вот мы знаем, Шила Рагунадха, Даса Госвами, имел Шилу от Шичитания Mahaprabhu и он омывал ее своими стезами. So, then you are giving what is called a little piece of fabric. So, this is all coverings. Whatever covers me, whatever is trying to cover me, I offer to you. И следующее, мы предлагаем платок, да, кусочек ткани. Что это значит? Это покровы, да? Это то, что нас покрывает. Я хочу отдать тебе все постороннее, все, что меня покрывает, предлагаю все тебе. This is only one point. The other point is I will make you more nice because you will meet him. and I will cover you with nice fabric and other stuff. Now comes it has a lot of hairs, it has a lot of thoughts. All my thoughts I offer to you. All the movements of my thoughts I offer I offer to you. Все движения моих мыслей я предлагаю тебе. And then I will give wind a breeze my life air I offer to you my swamini. And here Gauravani here in chat Prima Rupa Prabhu is mentioning that also flower what means to offer the flower. Yes, I forgot this flower. But I wanted to keep it at the end. I wanted to say at the end. Because what does it mean a flower? What means a flower? What begins with a thought like Radharani's hair and the hair of the yaka of this chamara? Это начинается с мыслей, олицетворяющих вот эту chamaru из хвоста яка с волосинками, с мыслями. It's a thin hair like the flower is growing on one thin stem. And I it's a flower that is growing on thin stem and then it's like this like a thread of thought where it will end? Where this thought will end in? In a flower which is opening it's an opening feeling for you. It's a opening for you. opening for you. It's a opening for you. And all my wishes, all my hopes are in this opening when the sun is rising and this is you. You are the sun in my life. I am also opening to you and I offer everything which is inside. All my color. All I have. I open to you. All my feelings like this. So if I offer a lot of flowers, I offer all different kind of thoughts and feelings and hopes and wishes to serve you, to please you. When I offer different flowers, I offer different thoughts, feelings, hope, wishes to you, Radhi. Try to see, Radhi. I just wanted to share this. I'm here. Here. Gauravani Prabhu, can I add something to meditation? Please, please add more. Please. Give us food. I heard some Harikatha from Shonarengas and Haraj about Arati, about Puja, and it gradually becomes my main idea when I'm doing Puja. During Nishanta Leela, then Radha Krishna is woke up by efforts of Vrinda. And Manjari is so eager to start their service. And they using water to wash away the signs of their loving exchange with others like Jatila, Kutila, and Yashoda, and Andababa not see this. And the copper to take water and then they put in all ornaments, all decorations in proper way and then they use deeper to see attentively everything in the proper place or no but other not what is this. They are doing this again and again looking attentively. рады рады. Ираз Хачарана он говорит, что я вспомнил тут же, как Шел Нарай göces лаймы 孝 он father mor marketing and watch what what to into anything for after У них всё в порядке, у них всё размазано, вся косметика, и они аккуратно смывают водой, потом протирают мягкой тканью и потом осматривают, правильно ли они украсили Радику и Мохана, чтобы ни одна Саки не заподозрила, чтобы мама с папой не увидели, что они делали, где они были. Поэтому сокровенное значение Арати, оно таково тоже. Правда! Правда, runа! Правда, runn R你说Das! Невилья, —рынсп consommbracht и пок compañем все. И даже совет��, я бы лично gem catalyst о том, что у presentённой недавности в Близ University, даже с моими Галчан им учireми, что даже орлов на местной неделе не расположке немызвativo, Habер cultivate свой Dream�� ¡яна-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на! Then I started to research something in the Bhakti Rasambrita Sindhu from Silarupa Goswami. And I started to search for something about the Mahavadha feelings of Radhika. And I highlight in the book, it's not with me now, but what I like to share is that the different feelings of Srimati Radhika in Mahavadha are coming from the elements, like the air create Pulaka Sharira, that the hairs stand up. This means when also in the Arctic, when you are offering air or fire, make the temperature to go up and perspiration or all these different feelings of Srimati Radhika, these eight different feelings of static love are coming from the influence of the elements. This means the final Arctic, when we offer air, water, is transforming the feelings in Srimati Radhika. And she's the only one who can experience simultaneously these eight feelings of Mahavadha and nobody else. This means, this is the summit of the feeling, when all combination of different static transformations happen in Srimati Radhika. And these are related, all these pasta, these eight different feelings of ecstasy are only present simultaneously in her. This means is the, how to, how to say, is the, the Haiga's feelings are all together, combined, simultaneously. And she's the only one who can receive and support these eight feelings together. Thank you, thank you for sharing. Very precious. And like, now we see this Arati like in three dimensions, from all sides. И Прабу тоже сказал очень такую, ну, интересную вещь, что, говорит, как-то после класса какого-то, он не помнит, Джейнанда Махарадж говорил, я взял бхактира Самрита Синду и стал искать, смотреть по теме, и увидел тоже о значении Арати, как связанное, что, ну, не о значении Арати, а увидел, что чувства Радики, они, каждый из них, да, ашта, сатвика, бавы, там, волоски вставшие, да, на теле, сотрясание, да, ну, в общем, все, все восемь, а каждый из них имеет своё начало в каком-то из элементов, то есть огонь, воздух, вода. И тогда я подумал, что Арати — это тоже, то есть каждое, вот мы предлагаем разные элементы, да, Радики, и мы тем самым вдохновляем в ней вот эти ашта, сатвика, бавы. А Радика удивительна тем, что она способна испытывать все эти ашта, сатвика, бавы одновременно, и она единственная, кто может удержать их, да, и испытывать, и все вместе их, как сказать, себе уместить и удержать, тем её маха, бава, она удивительна тем, что она способна на это. Поэтому вот он говорит, что предлагая ветер, да, вот омахивая, предлагая огонь, мы в Радике вдохновляем эти ашта, сатвика, бавы. Правильно, да, Рада Чаран? Я правильно поняла? Есть там такое в бакте-расамрите-сюме? Не помните? В общем, да, правильно. Вот так. Рада, Рада. Рада, Рада, Рада. After that same time Gorgovinda Maharaj, Gorgovinda Maharaj went, then Narayan Maharaj took. When Narayan Maharaj has gone, Anandas Babaji, Vinod Baba. All these margins are helping us. He says that the love is all the love of Prabhupada. When Prabhupada left, Gorgovinda Maharaj took the tafeta. When Gorgovinda Maharaj left, Narayan Maharaj took the tafeta. When Shilana Narayan Maharaj left, Anandas Babaji Maharaj was here. And all this love, Parampara, then Vinod Baba, and the saints who are with us. They take the tafeta. They are all Rasika. They are all talking about Radhika. In Bhagavad Gita they talk about Radhika. So you are surprised now. When you know Radha, then you will see Radharani. Who is the source of all knowledge? Krishna, right? And knowledge cannot understand himself without Radhika. If this knowledge is empty without love, what he will understand knowledge? So Krishna cannot understand himself without Radhika. Knowledge. 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 Total knowledge cannot understand himself. You see that without Radhika? See fifteen, ten fifteen, Prabhupada. Ten, Bhagavad Gita, ten fifteen, Shila Prabhupada. All the knowledge, Krishna, the creation of all the knowledge. But he can't find himself without Radhika. Without love, the knowledge is complete. Theацию or spiritual is completely impossible. donner a tree in front of them. And purge seeds are relevant. The help eachál says. In this village we will feed a tree. The truth is a true tree. Кавал — это рис. Да. Все они живут. Мои друзьями живут. Да. Все они живут. Все они живут. Вы знаете, что природа Радики отдает. Поэтому вся природа, радика, природа, приходит в виду. Все родители Радики. И они все родители. Расикас. Они Расики. В Вриндаване, вы приходите и увидите так много Радхас, Расика, Бхактас. Вы будете рады, когда вы увидите Радики. Расика, Бхакт, Радики. Если вы познакомитесь с ними, видите их, вы просто будете безумно обезумеете. Расика, Бхакт, Радики. Расика, Бхакт. Расика, Бхакт. Время прошло нашего класса, а мы все равно общаемся. Бхакт. Расика, Бхакт. Расика, Бхакт. 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 Городев говорит, что когда начинался русский зум, нас было, даже меньше пяти, нас очень было мало. И я переживала и говорила, ну для пяти человек давайте, ну как-то класс делать отдельно. Грудеев говорил, нет, надо делать. Я верю, в русских вырастет с Ангой, она вот растет. Русские, они делают, да, и все медленно начинают, но потом серьезно и уже делают, серьезно идут. И вы видите, сегодня 20? 26. 26. 26. Да, 26. Да, 26. Да, это прогресс, когда люди любят, что вы делаете, что вы делаете. Грудеев говорит, что значит, ну Бак там нравится, это настроение, раз они присоединяются, что у нас здесь такое пространство, где каждый может поделиться чувствами и взращивать эти чувства.